Вот так вот бывает на двигателях EP6 и EP6 Turbo. Протечка корпуса масляного фильтра из подпрокладки. Вот так вот весь двигатель заливает маслом. Такую проблему, как течь масла из подпрокладки корпуса масляного фильтра. Это касается Peugeot 308 и других автомобилей Peugeot Stray, на которых установлен двигатель EP6. EP6 Turbo, EP6 атмосферный. Довольно-таки часто масляный фильтр ставится сюда. Вот это все корпус масляного фильтра, а это крышка масляного фильтра, потому что вот это часто путают, называют всем корпусом. И вот эта часть прикручивается к блоку, и отсюда течет масло. И масло течет, что самое главное, на выпускной коллектор. Ну, бывают случаи, даже когда машина загорается, благодаря такой тече. И, собственно говоря, чтобы такого не допускать в сгорании и сгорании машин, нужно следить и менять необходимости эти прокладки. Отдельно рассказать про такую вещь, что вот эти корпуса масляного фильтра бывают трех типов. Бывают вообще целиком, бывают с теплообменником и бывают вот с такой заглушкой вместо теплообменника. И, собственно говоря, под этой крышкой или под теплообменником тоже стоят прокладки вот такого вот вида. Peugeot Citroen, если смотреть по сервисбоксу, вот эти прокладки, в принципе, не продаются. Если они у вас потекли, то типа Peugeot Citroen, он говорит, меняйте в сборе вот эту штуку. Ну, врать не буду, но что-то там порядка 10, а то, может быть, и больше 1000 рублей стоит. Но, если посмотреть по едке BMW, то там есть отдельно вот эти прокладки. И оригинальные прокладки по BMW стоят в районе там полутора тысяч рублей буквально. Все это меняется и больше никогда не течет. Просто говоря, такой комплект прокладок нам потребуется для того, чтобы устранить все течи корпуса масляного фильтра. Сюда ставятся BMW прокладки. А сюда ставятся оригиналы Peugeot прокладки. Если очень захотеть, то, наверное, сюда можно BMW прокладки найти и заказать. Он меняет супер в essere ш sisters. Я не хочу попробовать. А сюда ставятся ном falta, я не хочу. Продолжение следует...